Так, друзья, сегодня будет маленько необычный формат. Я расскажу о доме, который мы будем строить наряду с нашими другими проектами. Это проект индивидуального жилого дома площадью 90 квадратных метров. По многочисленным просьбам этот дом будет одноэтажным, но в нем будет достаточное число комнат для комфортного проживания. Так, давайте приступим. Смотрите, проект мы заказывали специально для себя, то есть, стройгарант Анапа в 2017 году заказали. Площадь застройки общая 122 квадратных метров и общая площадь дома 88,5 квадратных метров. Мы его презентуем как проект 90 квадратных метров. Немножко округлили. Кстати, многие спрашивают про климатические зоны, про сейсмическую площадку. То есть, сейсмоустойчивость мы рассчитываем на 9 баллов. Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 14 градусов. И так далее. То есть, как видите, проект предусматривает все, что нужно в нашем регионе. Кстати, в нашем регионе сейсмоопасность всего 8 баллов, а этот проект на 9 баллов рассчитан. Здесь вот у местных спрашивал, сам здесь вот живу, тоже когда переезжал, интересовался максимум, было 4,5 или 5,5, ну где-то вот в этом роде. Чтобы до 9 баллов землетрясение было, это даже наукой не прогнозируется. Вот такой он будет проект. Не знаю, как это вам видно на камере. Сейчас посмотрю. Наверное, все кверх ногами, да? Точно, кверх ногами. Давайте я вот так вот буду его показывать вам. Сам буду смотреть боком. Ну, чтобы вам было удобнее. Смотрите. Это внешний вид, компьютерная графика. То есть, как видите, дом одноэтажный, крыша у него многоскатная, но низкая. То есть, там полноценное чердачное перекрытие сделать не получится. То есть, это дом реально одноэтажный. Впереди с фасада будет зона отдыха, терраса. Она будет крытая под общей крышей, как видите. Ну, вот вид, в принципе, немножко сбоку виден. Давайте теперь посмотрим его размеры. Так, здесь вообще не видно. Ну, ладно, не будем углубляться. Нам же самая главная планировочка помещения, ведь правда? Давайте сейчас ее и изучим. Вот она она. Не знаю, кто со смартфонов смотрит, наверное, не видно будет. Ну, я расскажу. И буду показывать пальцем, что показываю. Тут есть три спальни. Вот, раз, два, три. Три спальни. Есть коридор. Вот вход в дом. Вот это коридор. Здесь санузел есть. Санузел достаточно большой. 5,26 квадратных метра. Ну, наверное, с компьютера, кто смотрит, это все увидит. Спальни по 14,14, 12,67 и 11,98. То есть, три достаточно просторные спальни. И есть большая кухня-гостиная площадью 33 квадратных метра. Она с циркерными окнами идет. То есть, окна выходят на фасадную часть. Панорамный вид открывается из гостиной. И кухонная зона. Ну, в принципе, как в 110 серии практически. Единственное, что выход в коридор, он сделан с помощью дверного проема, а не арочкой. Очень удачная планировка получается. То есть, для большой семьи вполне подходит. То есть, у некоторых квартира, на самом деле, однокомнатная меньше, чем здесь гостиная. То есть, здесь 33 квадратных метра. А бывают квартиры и по 26, и по 28, сами знаете, метров квадратных. А тут еще, кроме этого, еще есть три спальни. Средней площадью по 13 квадратных метров. Что еще могу рассказать об этом проекте? По умолчанию мы его строим из газобетонного блока. Он будет под караедом. Но, опять же, я уже говорил. Ну, давайте сейчас я прямо озвучу эту стоимость строительства этих домов. То есть, дом 90 квадратных метров в предчастовой отделке под караедом будет стоить 2 миллиона 700 тысяч рублей. В предчастовой отделке с облицовкой под кирпич снаружи будет стоить 2 миллиона 970 тысяч рублей. В чистовой отделке под караедом 3 миллиона 60 тысяч рублей. И в чистовой отделке под кирпичом 3 миллиона 330 тысяч рублей. В эту стоимость входит подготовка всей документации на дом, строительство самого дома и ремонт, идеальный ремонт. То есть, заехать можно будет буквально таки вот как только этот ремонт будет закончен. То есть, заезжай и живи, как говорится. Единственное, что придется вам поставить, это еще сантехнику. Вернее, не поставить, а купить. Поставить мы ее помогаем, но купить придется за свой счет. Ранее мы делали дома уже с установленной сантехникой. Но, как говорится, хозяин-барин, кому-то нравится наша сантехника, кому-то не нравится. Кому-то надо вообще позолоченное там чего-то сделать. Поэтому от этого мы отказались. И сантехнику теперь придется покупать самостоятельно. Но установить мы ее помогаем. Так, будет вопрос, скорее всего, у многих людей, что еще входит в стоимость. В стоимость входит электрокотел, то есть полностью рабочая система отопления. Если надо будет газовый котел, газовое отопление к этой стоимости, которую я уже озвучил, стоит добавить 200 тысяч рублей. Ну и, соответственно, найти земельный участок, опять же, желательно через нас, где, в принципе, есть техническая возможность подвести газ. Почему через нас? Опять же, объясняю. Если будете покупать на вторичном рынке, у человека, скорее всего, его основная цель будет просто продать. Ему не важно будет, сможете вы там получить разрешение на строительство или не сможете. У риэлтора цель такая же – получить свою комиссию. При покупке земельного участка через застройщика мы перед тем, как продать вам этот земельный участок, мы его на сто раз перепроверим. Сможем ли мы потом выполнить свои обязательства по договору строительного подряда. Потому что плохой участок нам советовать… Ну, естественно, вот именно из-за этой причины, что мы несем обязательства по договору подряда, советовать вам плохой земельный участок никакого смысла нет. То есть, мы на нем просто потом не сможем работать. Поэтому вот именно у строителей лучше и покупать земельный участок. И что касается Гостогаевской. В Анапском районе вообще есть две хорошие риэлторские базы. Реал Эстейт, Атлант, Недвижимость. И в них примерно 1850 объектов, вернее, не объектов, а именно земельных участков в свободной продаже. Там и сельхоз земля, и земля в городе, в других населенных пунктах. То есть, мы к этим базам, естественно, доступ имеем. Участки можем подбирать через эти базы. Мы на земле не спекулируем. То есть, наша прибыль заложена именно в домах. То есть, земли за сколько купили, за столько и продаем. То есть, на земле не спекулируем. Что касается Гостогаевской. Всегда в свободной продаже есть примерно 70-60 участков. Не все они хорошего качества. Не все они с документами. Не все они вообще стоят того, чтобы вообще их рассматривать. Но участков 10-15 всегда подобрать можно в любой день. У нас в собственности есть более пяти участков. Ну, вернее, не участков, а полей. То есть, на этих полях можно сделать несколько участков. То есть, речь идет не о пяти домах, которые можно построить, а о многих домах примерно в пяти локациях. Вот так правильнее, наверное, будет сказать. Так, давайте еще раз обсудим этот проект. Посмотрим, что тут еще за странички есть. Так, высота потолков, кстати, будет 2 метра 90 сантиметров. То есть, достаточно высокие потолки. Везде будет система теплый пол. Кстати, теплый пол у нас не электрический, а водяной. То есть, многие спрашивают, зачем делать теплый пол, ведь это энергозатратно. Нет, водяной теплый пол, он достаточно экономичен. И именно с помощью него в межсезонье люди и отапливаются. То есть, нет смысла включать полноценное отопление, потому что это дороже, чем просто включить легким фоном, так скажем, теплый пол. Его вполне хватает буквально до декабря отапливаться в нашем климате. Так, ну вот, в принципе, и все. Такой вот небольшой рабочий проект. Он так, в принципе, и называется. Эскизный проект. То есть, в рамках этого проекта, если он вас интересует, мы и сможем построить вам дом 90 квадратных метров. Будут вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Пишите нам письма. Звоните по телефону. Кстати, вот телефон здесь вот указан. Смотрите. 8-989-229-1333. Обращаю внимание, это телефон Теле2. Второй телефон. 8-989-855-1222. Это телефон МТС. И, соответственно, сайт стройгарантанапа.ру и адрес электронной почты. Контактируйте, как вам будет удобно. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте канал друзьям. Возможно, кому-то будет интересно. Даже если вы только сейчас мечтаете, рассматриваете переезд на юг. Кто-то, возможно, мечтает о том же. Может быть, вы переедете вдвоем. Поэтому делитесь нашими ссылочками где-нибудь в соцсетях. Ватсапом другу отправьте. И нам хорошо, и вам приятно. И если так все срастется, даже, может быть, подарок вам какой-то сделаем. Например, террасу остеклим. Или еще что-нибудь. Ну, в общем, намек вы поняли. Всем пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok